Мой сегодняшний гость входит в топ элиту российской эстрады. И это не только благодаря популярности. Его отличительные черты – это мощная харизма, профессионализм и особенная манера исполнения. Свою славу и признание он получил, когда ему было уже далеко за 30. Мой гость – заслуженный артист Российской Федерации Григорий Лепс. Гриша, здравствуй. Спасибо огромное, что ты нашел в своем графике сложенном часик, чтобы побеседовать. Я хочу начать нашу программу с вопроса, который я обычно всегда задаю своим гостям по поводу девиза. Скажу, у тебя есть какой-то девиз или может быть слоган такой по жизни? Наверное, честность, порядочность, доброта. Как-то так. Гриша, твои знакомые друзья, в принципе, говорят о тебе, о меценате. Но все делают все равно с приставкой скромной. Скромной не в плане финансово, а в плане того, что ты не любишь афишировать. Об этом говорить вообще не принято. Делают какую-то частичку добра. Это как бы и нормальное явление, но афишировать никогда не афишировал. Ты проверяешь, допустим, у тех людей, кого... Я уже понимаю, о чем вы говорите. Было несколько звонков, скажем так, из детских домов, которые хотели... Не знаю, аппаратуру. Вот у нас там коллектив собирается из молодых мальчиков, девочек, они хотят петь. Но либо вы перевезти деньги. Говорят, деньги я вам не буду переводить. Скажите, что вам нужно, я куплю. Я покупаю, привозят. И привозят, говорят, через год приедем, проверим, стоит или нет. Знаю информацию, что недавно ты помог мальчику шестилетнему из Киева, которому сделали операцию в Москве. Ну, это несколько лет назад было. Да, да, да. Ну, фактически ты его спас, потому что реабилитация, это все было нужно, и он уехал практически здоровым, хотя у него онкология. Возвращался потом еще раз, еще раз помогали. Сейчас не знаю, но, по-моему, все нормально. Нам бы сообщили бы, если бы что-нибудь было, была бы какая-то проблема, сказали бы. Хочу тебе сообщить и напомнить нашим телезрителям, что наш проект тоже занимается благотворительностью, и мы покажем сейчас вам сюжет. Да, иди скорей, 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 скорей. Каждая женщина мечтает стать мамой, но, к сожалению, не все дети появляются на свет в заложенной природой сроки, а преждевременные роды могут иметь осложнения для здоровья ребенка. Юлия Еременко, мама Максима, из-за поздно обнаруженной инфекции носила всего 25 недель, поэтому малыш появился на свет с весом 750 граммов. По статистике такие не выживают, как говорили врачи. Вот, поэтому готовили, конечно, к худшему. Но верили, надеялись. Только благодаря чуду и современным медицинским технологиям удается спасать жизнь детям, рожденным менее 2 килограммов весом. Однако практически каждый пятый такой ребенок появляется на свет, имея серьезное заболевание глаз – ретинопатию, которое может привести к слепоте. От начала развития заболевания до возникновения ситуации, когда нужно вмешиваться, проходит примерно месяц. Безусловно, современная медицина выхаживает детей, рожденных и с предельной низкой массой тела. Но не всегда эти дети растут без какой-либо патологии. Фактор их риска – ретинопатия недоношенных. Она способна привести к полной потере зрения. Нет слов, которые могут описать переживания родителей за своего новорожденного малыша. Болезнь обычно поражает оба глаза. Ретинопатия быстро прогрессирует, и ребенку требуется лазерная коагуляция. В случае с Максимом для принятия кардинальных мер у родителей в запасе было только 72 часа. Срочная операция, прям срочно. В течение 72 часов, но надо было сделать операцию, иначе могли лишиться зрения. И мы вот эту неделю ночами не спали, думали, молились, ждали. Очень страшно было, потому что зрение, мне кажется, это один из самых главных органов. Мне очень хотелось, чтобы он видел мир своими глазами. Максиму повезло. Ему вовремя сделали операцию и сохранили зрение. Но в этом не только заслуга родителей и врачей. Малыш, которого прооперировали в возрасте 2,5 месяцев, познает мир своими глазами благодаря офтальмологическому коагулятору. А такие лазерные аппараты есть далеко не в каждом регионе России. И надо ли в этой связи говорить, что количество недоношенных детей, которые слепнут из-за ретинопатии, могло быть намного меньше? Конечно, оптимально в каждом центре по возможности иметь оборудование, с помощью которого можно это заболевание остановить. Очень важно, чтобы в каждом уголке России, в каждой крупной больнице были лазер-коагуляторы, чтобы вовремя спасти зрение, потому что счет идет на часы, иногда даже на минуты. И чтобы мамы в то время, как нужно ребенка подготовить к операции, не искали контакты, средства, чтобы ребенка привезти в Москву. Потому что это может быть опасно для ребенка, перевозка. И плюс, пока они будут ехать, уже может быть поздно. О нехватке хирургического оборудования сегодня говорят детские офтальмологи в разных регионах России. Это такие города, как Белгород, Владивосток, Вологда, Республика Дагестан и другие. Наш телеканал организовал сбор средств для закупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоты у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 4647 с текстом «Малыш. Пробел. Сумма пожертвования». Например, «Малыш. Пробел. 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. Пусть наши дети познают мир собственными глазами. Хочу добавить, что благодаря акции нам вместе с вами удалось собрать деньги на приобретение лазерного коагулятора в Республику Дагестан. Мы надеемся, что теперь врачи региона смогут побороть ретинопатию у преждевременно рожденных младенцев, и они будут видеть мир своими глазами. Такая же помощь нужна и другим регионам. Мы продолжим сбор средств для покупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоту у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 4647 с текстом «Малыш. Пробел. Сумма пожертвования». Например, «Малыш. Пробел. 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. Гриш, ты родился, все знают, в прекрасном городе Сочи, но не в музыкальной семье. У тебя мама работала на хлебзаводе, папа трудился на местном мясокомбинате. Да, вот я хотела сказать, конечно, чтобы вы не голодали. Да. С детства был убитан ребенок. Ну скажи, но все-таки у родителей было, ну бывает у многих, знаешь, там они чисто творчеством не заняты, но все равно там любят попеть, там, я не знаю, на праздники, там, играют на инструментах, или вообще не было ничего с ним. Видите ли, в чем дело. Моей матушке, дай бог ей здоровья, был родной брат. Он всю свою жизнь занимался музыкой, мой дядя. Он меня, в общем-то... Так вот и по какой линии. В общем-то, он меня приучил к этому. Я начал заниматься барабанами, там, хотел стать самым великим, но кто не хотел. Родная сестра занималась музыкальной школой, закончила Донецкое музыкальное училище. Двою родные сестры закончили консерваторией, несколько ригали у моей двоюродной сестры. Достаточно музыкальная семья. Родители не были музыкантами, но они не были против. Ради бога, а музыкой я занимался в 15 лет, в 14 еще в школьном ансамбле. В 14 уже все, я уже понимал, чем я буду в жизни заниматься. После окончания музыкального училища Григорий Лепс был вынужден продолжить реализовывать себя уже на службе в армии. В армии там у тебя продолжилось что-то музыкальное? Очень много занимался, очень много занимался именно в армии. Ну, я работал там, военная часть. Делали военные машины, ракетные тягачи и так далее. И у меня была возможность там в свободное время. В свободное время, да? То есть ты был не в Мус-Роте, ты просто занимался свободным временем. Нет, нет, у нас в Роте был музыкальный коллектив, куда меня, в общем-то, и взяли. Нужен был музыкант в этой Роте, и меня из общей массы выделили и забрали. Острые углы, нервы, суета, Я уже другой, ты давно не та, Что была со мной, бережно храня Нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно, Холодно в твоем, холодно давно. Не хватает сил сделать первый шаг И все изменить. Но я смотрю в твои глаза В пустые зеркала Ищу в них отраженья Знаю, что Любовь давно ушла И в мире и стекла Ищу любви спасенья Слышишь? Скажи, в какой момент ты все-таки решил, что вот, ну все, я буду вокалистом? Жизнь заставила. Появились машинки, так называемые, которые очень быстро заменили всех барабайщиков в городе. Да-да-да-да-да-да-да-да Нажимаешь кнопку и все хорошо. Ровно, чисто, звучно, мясисто и так далее. Те барабайщики, которые могли что-то петь, они остались. Которые не могли петь. Либо покупали себе такой инструмент, либо просто исчезали, бросали музыку, уходили в другую сферу. Ту же торговлю. В Сочи. Ты фактически вынужден был, да, вот, как бы петь? Ну я и так как бы пел. Даже играл на барабанах и пел. Ну так что мне не было сложно, даже проще стало. Ну а ты вот в этот момент, когда ты понял, что ты действительно будешь петь, вот ты пожалел, что в детстве, может быть, не было уроков специальных таких, вокальных, вот как ты говоришь, что ты не ходил на вокал или нет? Я пытался, конечно, чему-то научиться у вокалистов в музыкальном училище. Они пытались мне что-то объяснить, как правильно дышать и как не дышать. До сих пор пытаются объяснить. Я так и не научился правильно дышать, правильно фразировать. Ну я пою, как я пою. Кто тебе нравился тогда, кто пел? Левердейл, Джок Локер, конечно, великолепен был. А так много было поющих людей. Глен Хьюз как пел, господи, он и сейчас так поет. Ну, может быть, не настолько ярко, но лет-то ему уже 60. Ну ты называешь всех западников, а в российской эстраде ты вообще, да, не... Почему? Коля Носкова здорово. Была такая группа «Москва». «Москва» называлась, я очень-очень любил, как они работали. Я несколько раз был на концертах, на «Круиз». Очень здорово. «Монин», «Гаина». Очень здорово. А у дельвина В среду на брюхо миндом Выстрела в спину Не ожидает никто На батарее Нету снаряда уже И надо быстрее На вираже Парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Слушай, ну, в принципе, народ, когда услышал парус в твоем исполнении, вот у многих создалось впечатление, что ты все-таки под Высоцкого брал манеру, то есть я почему жду, я все-таки, что ты его назовешь, но получается, что нет. Вот Девушка Семеновича, это не эстрада, не эстрадный исполнительный, не рок исполнительный. Нет, а мы вообще не говорим про рок, мне кажется, что все-таки в самом начале пути... А, ну, я говорю, Семенович ушел из жизни, когда мне было 17 лет, я еще мало что мог понять. По-мальчишески я слушал, конечно, его произведения. Это было можно спеть, просто настолько надрывные произведения, даже если я это могу исполнить, на студии, ладно, я еще справлюсь, в живом исполнении это 2-3 песни за концерт, и можно закрывать занавес, потому что голоса не останется. Такой идет форсаж, что нереально. Ты в Сочи, когда пил в ресторанах, я понимаю, что ты предпочитал совершенно, может быть, другой репертуар, но тебе же приходилось петь, наверное, те песни, которые хотел слышать народ, и какой репертуар у тебя был? Ну, то есть это все равно был, ну, больше с шансом, наверное? Да, Шефутинского очень много, Александра Розенбаума очень много, эстрадной музыки очень много, Белые розы. Да ладно, Белые розы никогда оставим исполнение. Я была в Сочи на концерте, в Жемчужине, и очень хорошо было. Если вы вас как-нибудь пригласите, послушайте, как я могу поделаться по этому манеру, вы даже не поймете. Даже не представляю. Очень весело, кстати. Ресторан, он для того и был ресторан, там нужно было петь все. Да, это правда. Просто там очень грамотно распределялись роли. Один пел это, один пел то, третий пел другое. Но потом позже, когда появились так называемые ночники, уже в 90-е годы, тогда уже было все либо на одном плече, либо на человеке, у которого два плеча, вот он все тащил. Двухплечником был я, как бы, и тащил. Тогда здоровья было много. Личный, кстати, рекорд – 8,5 часов. Невозможно. Возможно. Почему? Живую 8,5 часов. Причем я даже не сходил с СССР. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться, ты на большинство сгуки и не зачиняться. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться, ты просто шанс от сгуки и не зачиняться. Начало 90-го, конечно, славилось тем, что люди были благодарны и отдыхающие. Они, конечно, оставляли много денег. Скажи, вот это вот ощущение, что ты реально, ну, как бы, ну, это целое состояние, можно за вечер было получить. Ничего не губил. Тебя это, ну, как бы, что-то сломало или нет? Ну, то есть от того, что ты понимаешь, что ты вышел, вот столько денег получил. Или ты, как бы, нормально к этому относился? Иногда мы зарабатывали очень много, иногда даже очень много. Я еще раз повторю, что я никогда ничего себе не покупал. Прогуляли. Девчонки, мальчишки, друзья, товарищи. Скажи, а если бы ты сейчас, вот тебе можно было бы вернуться, ты бы по-другому эти деньги потратил? На что бы потратил? Да не знаю, господи, боже мой. Купил бы квартиру. Купил бы квартиру. Десять машин, Жигулей. Еще что-нибудь купил бы, не знаю. Тогда это было довольно сложно. Мне было даже видео магнитофонов нормальных. Кстати, это в каком-то из интервью, говоря о том, что было что-то и посерьезнее выпивки. Ну, как бы, было все. Ты написал, что ты вот благодарен Богу, что в 33 года ты вот, как бы, закончил. Ну, что-то послужило этому. Сильно заболел, про это все знают. Это было как раз правной точкой, чтобы пересмотреть. Заставляет задуматься, когда полгода лежишь, в больнице. Ну, ты знаешь, на самом деле, и все равно не все находят в себе силы задуматься, если честно. Потому что не у всех хватает силы. Природа, она и есть природа. Кому-то дано выжить, кому-то нет. Неизвестно, что будет завтра. Сил, чтобы в горе и в радости. Сил, чтобы просто остаться с собой. Сил, чтобы сильно не спорить с судьбой. Господи, дай мне сил. Сил, чтобы не просил. Господи, дай мне сил. Сил, чтобы не просил. Это программа «Север. Непридуманные истории». У меня в гостях Григорий Левс. Скажи мне, хорошо, ты вот выступаешь в Сочи. В какой момент ты понял, что все нужно уезжать? Из Сочи надо уезжать, надо переезжать в Москву. Или кто-то послужил этому? Многие артисты были. Поехал 29 лет. Первый поход за славой. Потом вернулся. Довольно сложный город Москва. Когда в Москву приехал, с чем тебе пришлось столкнуться в первую очередь? С проблемами с деньгами, с квартирами. С общением, со связью. Были люди, которые пытались помочь. Я им благодарен. Я, конечно, не подумал. Я забыл все непременно. Я сказал, что буду в восемь. Ты ждала меня так верно. Я звонила и скучала. Волновалась параллельно. А потом все оборвалось. Я сказала откровенно. Бай-бай, все мне понятно. Бай-бай, топай обратно. Твой мир вновь и чудесен. Но мне он неинтересен. Бай-бай, все мне так плохо. Не плачь, милая кроха. Твой мир вновь и чудесен. Но мне он неинтересен. Спустя время в руки Григория Лепса попала песня «Натали». Она принесла артисту славу и помогла окончательно закрепиться в Москве. Я знаю, что ты ее не очень любишь исполнять на концерте. Вообще ее не люблю. Почему? Мне она не нравится. Людям она нравится. Да, да, да. Я ее спел только потому, что я понимал, что людям эта песня понравится. Наша обязанность – работать именно для людей. А тебе часто так приходится все-таки делать? Вот ты понимаешь, что номер тебе не нравится. Ну, кроме Натали. Бывает такое, да? Бывает, конечно. Очень много артистов просят выступить на том или ином мероприятии своем. Либо на юбилей, либо еще где-то как-то. Ну, поскольку так я, честно говоря, подрос, по статусу, по-своему, они уже на мое усмотрение. Григорий, какую хотите песню, такую вы умеете. Ну, бывает, что не нравится, но нужно – работа. Целые века. И за что теперь не отыскать следов? В дальний край, где мы друг друга не нашли. Я пришел к тебе из позабытых снов, Как приходят в свою гавань корабли. Натали, 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 я прошел пустынь и грусть и полземли. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, 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 от судьбы, от тебя мне не уйти. Удали мои печали, натали, натали, натали. Сказал про болезнь, в принципе, у тебя не один эпизод был со здоровьем. Мне кажется, что потеря голоса, она тоже относится к этим, да, наверное, моментам. Ну, это всех, всех касается, любого вокалиста, рано или поздно у него происходят какие-то изменения. Особенно у людей, которые действительно много работают. И, в принципе, мне кажется, твоя манера, наверное, тоже пригодилась, да? Ну, форсаж, да, само собой. Ну, приходится. Я, естественно, не могу петь так, как я пел 30 лет назад. Природа, ее сложно обмануть. Биологические часы, куда ты их денешь? Заглядываешь, паспорт, понимаешь, ну, извини, друг. Скажи, ну, у тебя был период, когда ты действительно, вот, после операции на голос, ты не знал, сможешь ты петь или не сможешь? Я и сейчас не знаю, смогу. Да ладно, сейчас все знают, все сможешь, естественно. Нет, ну, вот я серьезно говорю. После операции. Интересно. Мне сказали, не петь два месяца. Даже стараться не разговаривать. А я через неделю уже орал в метелице. Ну, а что было делать? Надо было что-то жить. И вот тогда я его окончательно потерял. А было страшно, скажи? Ну, все-таки это... Было страшно, может быть, не потерять голос, было страшно. А что делать дальше, чем заниматься? Да, 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 вот я это имею в виду. Что? Что? Может человек Человек, один, только человек, когда, когда, река экономики. Несет нас туда, где водопад. Заслуга Евгения Кабалянского. Мы с ним много лет проработали. Кстати, Наталья, песня тоже Евгения Борисовича Кабалянского. Это была его. Скорее, заслуга не моя. Али Борисовне предложили, она послушала произведение. Мне нужна эта песня на рождественских вечерах своих. Ну, то есть это вот как бы вот такой твой прорыв, скажем, вот такой окончательный, без поворотов. Прорыв произошел несколько позже. Когда? В 2001 год уже, когда появилась ремководка. А скажи, как тебе попала эта песня? Случайно, абсолютно. Пришел человек, предложил. Тоже известная история, это правдивая история. Я много раз рассказывал. Просил 400 долларов. Но у меня не было 400, у меня было 300. В кармане. И он вступил? И не прогадал? Не, не прогадал точно. Скажи, вот про подбор все-таки репертуара. Ты интуитивно чувствуешь, что эта песня там твоя? С рюмкой водки даже не думал. Я абсолютно был уверен, что это обязательно выстрелит, скажем так. Некоторые другие праздники, на которых я надеялся, они в менее удачно получились. В другом качестве я их как бы представлял себе. Не очень большие надежды возлагались на песню «Самый лучший день», однако... Да ладно, еще сейчас никто не поверит. Поют блестящее словосочетание. Да, да, да. Получилось очень талантливый композитор. Годопадом. Я стану водопадом. Очень запоминающийся мотивчик. Я счастлив. Да, ну да. То есть, ну здесь вообще ошибиться сложно было. Но для тебя важнее все-таки первичный текст или мелодия? Ну вы что, для кого-то из музыкантов реально вот мелодия? Для них даже не столько важен текст, вот они, знаешь, привязаны, что должно быть. Сложно ответить на такой вопрос, потому что современная музыка вообще не подразумевает под собой какой-то там философский, интеллектуальный текст. Если о любви, то оно и есть о любви. Все великие романы написаны о любви. Так же, наверное, как и музыка, которую раньше писала. Все писали ради женщины. Накрывает бессонница ведьма нам. В голове мысли с мыслями борются. Это ангелы черные с белыми На моей территории ссорятся. Где и кем установлены правила? Кто придумал печати секретные? Человечки повсюду песчаные Предлагают соблазны запретные. И хочется выйти на луну Где-то на краю моей скитаний Где-то в глубине моей души На перроне встречи, расставаний Растерялись все мои мечты Где-то на краю печальных истин Где-то в глубине хрустальных грез Я еще надеюсь на спасение Посылаю всем сигналы И хочется выйти на луну Григорий Лепс Входит в число самых востребованных Исполнителей нашей страны Благодаря слаженной работе его команды Имя артиста с каждым годом Звучит с новой силой Скажи мне, Гриш, как я поняла Что не ты сам решаешь, где ты будешь выступать Это правда? Или ты сам принимаешь? Есть дирекция Да, то есть они тебе просто констатируют о том Они предлагают Они предлагают у нас Как это говорится Разграниченные полномочия Естественно, они занимаются своим делом Артист этим заниматься не должен Я так понимаю, что ты даже зачастую не знаешь Кто у тебя завтра, да? Нет, я знаю, завтра знаю Вот график где у меня Вот, вот, вот Знаю, где буду завтра в Москве Если что, заходи Дается график Утверждается цена Утверждается гастрольный график Утверждается перемещение На чем, как, где, почему Есть райдер С которым уже практически все согласны Скажем, у тебя жесткий райдер? Нет Технический райдер достаточно сложный Потому что я считаю, что хороший звук Это, не знаю, 70% хорошего исполнения Это да А ты сам проверяешь? Есть специально обученные люди У меня прекрасный Нет, это я знаю Но я знаю артистов, в том числе Которые потом перепроверяют специально обученных людей Они приезжают на чек Обязательно слушают На чек я приезжаю Проходят по залу Обязательно Ты тоже так же делаешь? Конечно, конечно Перед концертом обязательно Ты входишь в первый эшелон Скажи, тебе все равно на концерте Каким ты идешь? Открываешь, ты закрываешь В середине Тебе лучше все первым, да? Открывать? Ну, успел и пошел по своему делу А, в этом смысле А так тебе вообще безразлично Я имею в виду, что Ну, все-таки там, хедлайнером Ты выходишь, там, не знаю Нет, абсолютно без разницы То есть у тебя нет даже к этому повязки? Нет Ну, просто бывает по времени Выбираешь время Мне позволено иногда Позволено Григорию Когда угодно Если возможность есть Появитесь, пожалуйста Ну, как правило, просят, чтобы Ты закрывал мероприятие Я поднимаю руки Но вдруг может статься Ты просто шанс от слухи И не защитнешься Скажи, да и вот в принципе Когда ты в Сочи возвращаешься И выступаешь У тебя что-то такое Ну, не знаю, там, ёкает Ёкает Да Есть такой момент или нет? В Сочи я бываю крайне редко Два-три раза в год Вот мало Маловато, да Ну, либо по каким-то праздникам Там семейных Ну, на концерте есть у тебя вот Другое ощущение, когда ты выходишь? Ну, когда твои, вот понимаешь Все сочинцы, которые тебя просто Вот что-то обважают Для них герои Ну, это Это вряд ли Потому что, как правило, сочинцы Редко ходят на концерты Да ладно Город-курорт Там со всего Мне кажется, что на тебя Как раз обязательно все сочинцы ходят Для меня нет разницы Один человек в зале будет сидеть Уровень и сама отдача на концерте Будет одинаковая А в общем-то и в целом Работать нужно, конечно, на износ Иначе ты не интересен никому Если ты себя щадишь Как все говорят Побереги себя Думаю, это правильно И в то же время Это очень неправильно Быстро сгоришь Ну, это будет Такое Настоящее память Спеть дуэтом с Григорием Лепсом Мечтают многие исполнители Но прежде чем Оказаться с ним На одной сцене Придется пройти проверку На соответствие Необходимым критериям Несколько факторов Либо очень удачное произведение Финансовый интерес Тоже имеет значение Либо певец Или певица С которыми приходится Петь дуэты Мой друг, товарищ, брат Не знаю Хорошо, но если тебе предложат Очень хорошую песню Но начинающий певец Но она тебе безумно нравится Но ты понимаешь Что он начинающий И вот ради поддержки Или ради хорошего материала Ты пойдешь на это? Конечно В свое время Ирина Александровна Аллегрова спела со мной дуэт Когда я был еще Никто И звали меня никак Мы с ней спели тогда песню Евгения Кабарянского Ангел завтрашнего дня Была такая песня Но я ей вернул Должок Как бы с песней Я тебе не верю Великолепное произведение Наверное, из дуэтов Это самая крутая Которая была Из эстрадных дуэтов А ты сам кому-то предлагал Вот из всего, что ты перечислил Из всего, что ты перечислил Не, ну подожди, стоп Из того, что ты перечислил Понятно, Аллегрова, наверное, Второй дуэт Это твое было предложение Как ты отверды Я просил Ирина Александровна А еще что? Каролине предлагал С удовольствием Тимати У нас было такое Общее желание сделать Я уеду жить в Лондон Я писал там Какие-то мелодические ряды Он писал Либретто Поэзия, так сказать С Аллы Борисовны Вот у меня нет дуэта Да, кстати Очень хочу Ну, Талла Борисовна Если согласилась бы Да, как бы Все Было бы очень здорово Было бы здорово, конечно Субтитры сделал DimaTorzok В комнате темно Слишком, слишком Много пустоты Я стал лишним Некуда бежать Ты успела Все мне рассказать Что хотела Ветер за окном По привычке Гонит облака Словно спичкой Солнце зажигать Будет небо И наступит день Где ты не был Смотришь мне в глаза Столько можно лгать Проще самому Сказать об этом Что любовь была Перестрелкой душ Мне стало скружно И я тебе не верю Ты солнце вчерашний Который мне Пророчил слезы Я тебе не верю Ты снег зимы прошедшая До дна восстанил Я тебе не верю Ты солнце утонувшее В воде холодной Я тебе не верю Ты все, что было у меня Но я тебе не верю Вы смотрите программу Север. Непридуманная история И у меня сегодня в гостях Гриш Такой человек Такой человек Гриш, хочу тебя процентировать Я неуравновешенный человек Часто психую И к тому же очень ревнивая Когда ревную То без крика, скандала, шума, драки Не обойтись Потом очень переживаю Но ничего с собой поделать не могу И как с тобой бедная Анечка выживается Я вот ее знаю Она, конечно, настолько Ну, как мне кажется Такая Мам кажется Нет, ну, как-то терпеливая Ну, если честно Вот тяжело Как выживается Да Она любит своего мужа Терпит его Я ей благодарен Это моя спина Такая спина, что Сейчас, ну, не дай бог Что у него случится Не будет у меня этой спины Ну, я все, я потерялся Ты настоящая женщина Больше добавить мне нечего Нежная, глупая, грешная И с адельским лицом Ты настоящая женщина И от судьбы обеспеченной Рвешься и рвешься Знакомству с Анной Григорий Лепс Благодарен лайме Вайкуле Приехав на одно из выступлений Артистки Он встретился с ее шоу-балетом Частью которой На тот момент была И его будущая супруга Я своему друг сказал Слушай, какая девочка красивая Ну, где? Вот, вот, вот Темненькая такая Да Я говорю, Женя в знании Темненькая, она темненькая Она была, у нее было коре такое Покрашенные волосы Она была абсолютно темненькая А потом мы были на 50-летие У мужа Лаймы в Риге Там они тоже присутствовали Я прям за стол подошел Спросил, как зовут Она сказала, Аня Я говорю, выходите за меня замуж Ничего себе Абсолютно А она что сказала? Угадай Согласна? Нет Просписка, московская есть Говорю, нет Я вообще безродный Безземельный Безземельный Мы тогда не... Шокирован был вот этим вопросом Про прописку? Не то, чтобы шокирован Она подумала, что я шучу Да, да, да Я подумал, что шутит она Ну, как бы нормально Так как-то Задружились чуть-чуть Потом еще где-то пересекались На каких-то мероприятиях Я где-то год за ней ухаживал Ну, подожди, а вы скажи мне Старая ваша встреча Вот, конечно, на дне рождения А если бы ее не случилось? Я ее под землей нашел Вот я хотела узнать, да, на что? Ну, это была как бы вот Искра такая, да Я решил, что с этим человеком Я буду всю жизнь до конца Я поднимаю руки Хочу тебе сдаться Ведь ты же так красиво В свои 18 Я поднимаю руки Но вдруг может сдаться Три добрый шанс от скелки И мне зачем гнаться Я поднимаю руки Хочу тебе сдаться Ведь ты же так красиво В свои 18 Я поднимаю руки, но труп может встаться, ты просто шанс от скрупни, и не зачинкнешься. Хочу прям процитировать, у меня так понравилась фраза, где та книга, в которой написано, муж с женой обязательно должны видеться каждый день. Муж должен приходить домой 8 часов вечера, а если позже, то это неправильный брак. Я приняла Гришу таким, какой он есть, дети тоже. Скажи мне, ты сразу вот разглядел в ванне такую мудрость, или все-таки ты в ней воспитался, потому что она молодая была? Воспитание у нее и так блестящее, я имею в виду житейское. Что касается притирки между мужчиной и женщиной, но она знает, что человек артист. У нас дома никто не спрашивает, куда ты идешь. Абсолютно полное доверие. Скажи, ну это твоё было все-таки настояние, чтобы она занималась с детьми, была домохозяйкой? Или это ее был выбор? Поначалу, конечно, было сложновато. Думаю, ей сложнее, чем мне, потому что все-таки дети, и я еще не был настолько богат и знаменит, как сейчас. А потом как бы она занимается, у нас есть несколько небольших таких маленьких фирм, вот ювелирные изделия, серебро. Все время таскаю с собой. В общем-то отдал ей, чтобы она этим занималась. Это прям по твоим брендам выходит, да? Ну да, J-Lips. Снег под ногами. Сделаны на заказ, что будет с нами, узнаем через несколько фраз. Слова, как иголки, предложения, как ножи. Поцелуи в осколки, в прошлое не сложить. Мы теперь об этом знаем все. Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. В тебе больше нет химеля, и крепость твоя не та. Нам оставалась всего неделя, и она уже прожита. Возвращаясь к делам семейным, я тебя процитирую. Детей воспитываю в строгости, детьми надо заниматься, воспитывать их, не баловать. А иначе их захватит улица. Гораздо строже в этом смысле моя супруга, чем я. Она занимается именно постановкой вопроса именно в этом. Но дети еще не очень большие. Имеется в виду наши дети Саня. У меня есть еще старшая девочка, первая супруга. Но она уже самостоятельный человек. Там уже ничего менять не надо. Я еще раз повторяю, вот это вот семейные заботы, это все на ее плечах. Справляется она с ними блестяще. Я бы лучше никогда бы не сделал. Она мне когда жалуется на кого-то, я просто взываю ребеночка. Смотрю строго. Да, строго иногда. Но никого не луплю, никаких криков там не было. Ты сказал про Ингу. Скажи, вот все-таки вы, когда с Аней познакомились, Инга уже была большая. Как она приняла Аню? У них были трения. Но Инга в это время училась в Лондоне. Поэтому встречались они редко. Но они общаются очень-очень хорошо. Сейчас хорошо, да? Нормально, нормально общаются. Ничего. Она занимается своей деятельностью. В общем-то и целом искусство. Да, да, да. Пытается что-то петь. Иногда это получается неплохо. На заре я выйду в туман, на заре покину приют, припаду, рыдает слетан, и настряды степлю в тяну. На заре, устав от любви, в сотый раз тебя призову. Не боясь, что снова проснусь, мокрым ростелей в плен разорну. А скажи, это история в голосе. Для многих она была непонятна. Ты узнал ее по голосу? Я знал, что она будет участвовать. Но меня поставили просто перед фактом. Я пошла, и я прошла. Я не одобрил. И сказал, ну прошла, прошла, ради бога. Но если хоть кто-то из ребят повернется, это их личное дело. Я точно не буду поворачиваться, как бы ты ни спел. Далеко от профессионалов. А если бы она к тебе пришла, вот, допустим, сказала, папа, помоги мне, подготовь меня. Давай там выберем репертуар. Вот просто вот... Она приходила. Да? И ты? Я, конечно, могу сказать, что я помогу. Я помогу. Ну, этот путь должен быть либо этот путь, либо не этот путь. Браться за все сил не хватит ни у меня, ни у нее. Если она действительно профессионально захочет этим заниматься, то это нужно будет убивать действительно средства, подыскивать нормальный репертуар. Это процесс очень непростой и дорогостоящий, на мой взгляд. И не всегда успешный. Практически, да. 90%-то в никуда. Вот и время уходить, собирать чемоданы. Вот и время не любить, быть плохим и пьяным. Вот и время оставлять, собирать и плакать. Время уходить, время падать, время падать. Уходи по-английски, уходи. Как звучно, знаю, хуже не будет, но не будет и лучше. Уходи, даже если ты захочешь остаться. Расставание с тобою. К интересному с Аней говорили про Таиланд, что приходилось какое-то время там жить, я так понимаю. Как ты допустил, что ты так долго ездил? Нет, я ездил, естественно, ездил. У меня был на тот год такой гастрольный график, что... А, что тебе туда ездить, что тебе в Москву ездить? Был очень большой гастрольный график, очень длинный, очень такой... Приходилось мутаться туда-сюда. Отлично, они там учились, отличная школа, еще раз повторюсь. Они сделали такой скачок английского языка, болтают там, о чем даже и не понимают, что они говорят. А мы никогда не понимаем, где тегает на русском, не понимают свой сленг, на английском тоже не понимают. Ну, у каждого поколения свой моральный облик, поэтому сложновато иногда их понять, но ничего, справляемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать людей пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать людей пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В рамках благотворительного проекта «Север. Непридуманные истории» предлагаем вашему вниманию сюжет. Да, иди скорей, 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 скорей. Каждая женщина мечтает стать мамой, но, к сожалению, не все дети появляются на свет в заложенной природой сроки. А преждевременные роды могут иметь осложнения для здоровья ребенка. Юлия Еременко, мама Максима, из-за поздно обнаруженной инфекции носила всего 25 недель. Поэтому малыш появился на свет с весом 750 граммов. По статистике такие не выживают, как говорили врачи. Поэтому готовили, конечно, к худшему. Но верили, надеялись. Только благодаря чуду и современным медицинским технологиям удается спасать жизнь детям, рожденным менее 2 килограммов весом. Однако практически каждый пятый такой ребенок появляется на свет, имея серьезное заболевание глаз – ретинопатию, которое может привести к слепоте. От начала развития заболевания до возникновения ситуации, когда нужно вмешиваться, проходит примерно месяц. Безусловно, современная медицина выхаживает детей, рожденных и с предельной низкой массой тела. Но не всегда эти дети растут без какой-либо патологии. В факторах риска – ретинопатия недоношенных. Она способна привести к полной потере зрения. Нет слов, которые могут описать переживания родителей за своего новорожденного малыша. Болезнь обычно поражает оба глаза. Ретинопатия быстро прогрессирует, и ребенку требуется лазерная коагуляция. В случае с Максимом для принятия кардинальных мер у родителей в запасе было только 72 часа. Срочная операция, прям срочно. В течение 72 часов нам надо было сделать операцию, иначе могли лишиться зрения. И мы вот эту неделю ночами не спали, думали, молились, ждали. Очень страшно было, потому что зрение, мне кажется, это один из самых главных органов. Мне очень хотелось, чтобы он видел мир своими глазами. Максиму повезло. Ему вовремя сделали операцию и сохранили зрение. Но в этом не только заслуга родителей и врачей. Малыш, которого прооперировали в возрасте 2,5 месяцев, познает мир своими глазами благодаря офтальмологическому коагулятору. А такие лазерные аппараты есть далеко не в каждом регионе России. И надо ли в этой связи говорить, что количество недоношенных детей, которые слепнут из-за ретинопатии, могло быть намного меньше? Конечно, оптимально в каждом центре по возможности иметь оборудование, с помощью которого можно это заболевание остановить. Очень важно, чтобы в каждом уголке России, в каждой крупной больнице были лазер-коагуляторы, чтобы вовремя спасти зрение. Потому что счет идет на часы, иногда даже на минуты. И чтобы мамы в то время, как нужно ребенка подготовить к операции, не искали контакты, средства, чтобы ребенка привезти в Москву. Потому что это может быть опасно для ребенка, перевозка. И плюс, пока они будут ехать, уже может быть поздно. О нехватке хирургического оборудования сегодня говорят детские офтальмологи в разных регионах России. Это такие города, как Белгород, Владивосток, Вологда, Республика Дагестан и другие. Наш телеканал организовал сбор средств для закупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоты у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 4647 с текстом «Малыш пробел сумма пожертвования». Например, «Малыш пробел 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. Пусть наши дети познают мир собственными глазами. Хочу добавить, что благодаря акции нам вместе с вами удалось собрать деньги на приобретение лазерного коагулятора в Республику Дагестан. Мы надеемся, что теперь врачи региона смогут побороть ретинопатию у преждевременно рожденных младенцев. И они будут видеть мир своими глазами. Такая же помощь нужна и другим регионам. Мы продолжим сбор средств для покупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоту у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 4647 с текстом «Малыш пробел сумма пожертвования». Например, «Малыш пробел 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. А у меня в гостях был Григорий Лепс, чей голос манит мощью. Эта запредельная на разрыв аорта самодача заставляет нас слушать его еще и еще раз. Ну что, огромное спасибо всем. Спасибо вам, Елена Юрьевна. Великолепная передача. Симпатично поговорили. Надеюсь, еще поговорим. Всем огромное спасибо, кто смотрит, кто будет смотреть. Всем счастья и здоровья. Я Григорий Лепс. Ура! Субтитры подогнал «Симон»!